МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пятый международный конкурс молодых исполнителей на народных инструментах «Золотая лирополесья». В гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» организаторы этого конкурса Андрей и Елена Сочневы. А также обладатель гран-при первого конкурса «Золотая лирополесья» солист дуэт «Анебаян стайл» Андрей Довженко. Добрый вечер, уважаемые гости. Добрый вечер. Конкурсы «Золотая лирополесья» знают, ценят и стремятся принять в нем участие. Ведь он способствует развитию народно-инструментальной культуры и дает билет в жизнь новым дарованиям и талантам. А также выявляет эти таланты и способствует сохранению традиций игры на народных инструментах. Андрей, Елена, конкурс «Золотая лирополесья» на слуху. Вы, как организаторы, что расскажете нам, телезрителям, о том, чем будет отличаться нынешний конкурс от предыдущих? Ну, отличаться он будет немногим, в принципе. Единственное, что в этом году у нас большое количество участников. Рождение конкурса, его рост – это как рождение ребенка. То есть ты его лелеешь, ухаживаешь за ним, помогаешь ему и так далее. Вот на сегодняшний день уже пятый конкурс соберет свыше 250 участников. Вообще заявок 298, но в силу того, что кто-то может приедет, кто-то не доедет, мы рассчитываем где-то 250 участников. И вот этот масштаб на сегодняшний день, мы слегка были в затруднении, чтобы уложить всех участников, разместить их, правильно выстроить группы, чтобы всем было удобно. Мы всегда думаем о том, чтобы было удобно участникам. И вот по масштабам он сегодня разросся до значительных размеров. И что хотелось бы сказать по… Я думаю, что еще надо добавить, что мы добавили еще одну возрастную группу. Вернее, мы ее увеличили в возрасте. До этого у нас было, да, участники до 18 лет, а сейчас у нас уже участники до 25. То есть это уже профессионалы, которые учатся в высшей школе. А это еще добавляет интереса, представьте, это же, да, профессионалы, они больше смогут показать и зрителям подойти. Конечно, то есть это же уже готовые музыканты. Готовые музыканты, которые могут реально уже быть полноправными исполнителями на эстраде, там на сцене и так далее. Конкурс всегда проходит на базе школы искусств номер один города Гомеля, да? Какая атмосфера царит во время этого конкурса в школе? Действительно, это просто, знаете, такая музыкальная эйфория. То есть приезжает очень много от мала до велика музыкантов. Каждый готовится, приезжают мамы, наряжают бантики. То есть, ну, все вот это действие, здесь каждый разыгрывается, музыка звучит изо всех кабинетов. Но, конечно, сложно разместить большое количество людей, поэтому многие участники, кто-то звонит, просит, пожалуйста, когда можно порепетировать? Я говорю, все в музыкальной школе можно уточнить у администрации. Они очень организованно все это задействуют, свой педагогический состав работников. И они очень отзывчивы, очень как-то хорошо так относятся ко всему тому, что происходит в школе, помогают. Все преподаватели на регистрации, объявления участников, приглашения участников на сцену. То есть настолько все грамотно выстроено, что нам очень комфортно работать вот на этой базе. И зал там вам очень нравится, да? Зал, акустический очень хороший зал. То есть мы практически не подзвучиваем инструменты, и вот это очень удобно для музыкантов. Это, по-моему, вообще самое ценное для музыкантов, когда играют, чтобы звучало. Правда, это облегчает задачи, наверное, даже. Каковы главные цели и задачи этого конкурса? Сами, пройдя много международных конкурсов, мы хотели уже в Беларуси создать что-то очень яркое, интересное, чтобы это было на высоком профессиональном уровне. И постепенно с каждым конкурсом я как координатор записывал, так, вот здесь у нас проблема, вот здесь проблема, вот тут нужно поменять, вот здесь вот то-то не доделали, это то-то. И с каждым конкурсом я всегда старался выполнить вот этот список, который все удлинялся, удлинялся, да, в процессе конкурса. И на сегодняшний день он уже как бы отточился, плюс задача, даже не задача, а желание сделать его наполняемость каким образом? Чтобы жюри, все члены жюри могли отыграть концерт. То есть это должны быть исполнители, то есть мало того, что они преподают в высшей школе, да, профессура, они еще могут отыграть, допустим, сольный концерт. Мастер-класс показать мэтр, это же побывать на таком концерте. Конечно, да, то есть это, представляете, каждый приезжает ученик, волнуется, вот выступить, а здесь хоп, и члены жюри выступают. А здесь члены жюри, которые их оценивают, они же сами играют. И это очень показательно, потому что, исполняя на своем инструменте, ты показываешь и мастер-класс, и свой уровень, и в то же время, те, кто приехали на конкурс, они верят, что жюри действительно компетентно. Чуть позже поговорим о тех именитых личностях, которые приедут в этом году. А вспомните, кто был в прошлые годы? В 2010 году у нас на конкурсе выступали заслуженный артист России Игорь Сенин и Надежда Бурдыкина, тоже заслуженный артист России. Это дуэт бис, Балачка и Домрачка. Вот, они выступали, у них был сольный концерт. Потом на следующий конкурс мы уже приглашали... Игорь Склярова. Да, Александра Скляров давал сольный концерт. Это известный музыкант, высшая школа, да, профессор. Потом у нас на конкурсе играли... Александра Скорозникова, лучшая мандолина мира. Она молодой еще исполнитель. Но вот именно на мандолине в Японии это первая премия. И мы в прошлом году, в 2014 году, в прошлый раз нашли именно этого исполнителя на мандолине. Хотя она еще молодой. Народный артист России Вячеслав Семенов, заслуженный артист Украины Владимир Мурза, заслуженный... Артист России Александр Дмитриев приезжал из Петербурга. Александр Дмитриев, заслуженный артист России, профессор Академии Гнесиных Андрей Горбачев. Люди такого высокого уровня, именитые, что помогает вам привлечь вот к конкурсу, к участию таких людей? Не безызвестны уже имя триоли лица? Или может быть в вашей жизни радостность, общительность? Потому что же очень вы такие приятные люди, с вами приятно общаться и знакомиться. Как вы думаете, что люди откликаются на ваше приглашение? Почему? Конечно, большая часть это знакомство с нашим творчеством. То есть нас все-таки знают не только в Беларуси, но и в России, и за рубежом. Это один из факторов. Второй, мы всегда хотели, чтобы участники, которые приезжают на конкурс, могли познакомиться с известными личностями. То есть вот, допустим, для меня интересно, ну я для примера, например, интересно творчество Юрия Васильевича Шишкина. И я знаю, что для большинства исполнителей баянной школы эта величина, то есть это мировой исполнитель, его все знают. И представляете, соприкоснуться с его творчеством, увидеть его, пообщаться с этим музыкантом, это дорогого стоит. И это можно сделать вот прямо здесь, у нас в Гомеле. Понимаете? И вот, может быть, вот это вот запал, вот этот желание привести лучших, лучших и показать здесь в Беларуси, может быть, вот это и работает. Андрей, согласны вы с тем, что это... Да, конечно. Хочу сказать, что Юрий Шишкин, повторюсь, это величина баянного искусства. И хочу сказать то, что, по моему мнению, непосредственно, да, все-таки это достаточно субъективно, насколько я понимаю, это лучше, чем он, классику в переложении для баяна не играет никто в мире. Поэтому я считаю, что это супер, что ребята привозят Юрия Шишкина. Уже вот плавно раскрыли, да, секрет? Я прям не могу дождаться концерта, я уже попросил пригласительный, поэтому... Андрей, уже можно озвучить, да, кто будет Юрий Шишкин, будет заслуженный артист России. Заслуженный артист России, да, известная величина, вице-президент Ассоциации кардионистов мира. Вот. И этот человек, он легок в общении. Я думаю, что мы постараемся пригласить в вашу студию его, и обязательно он расскажет о своем творчестве и о себе лично. Будем ждать. Но к этому мы еще вернемся чуть позже. А сейчас у нас есть сюжет о том, как проходил один из конкурсов «Золотая лирополесья». Большой актовый зал детской музыкальной школы номер один имени Чайковского полностью заполнен. Все участники их группы поддержки настроились на нужный лад. К музыкальному состязанию готовились и члены жюри. 25-ти бальная система оценок для них не новинка. Совсем другое дело объективно и беспристрастно их выставлять. Главный критерий, конечно, мастерство. И мастерство в том случае, которое объединяет многоликое понятие, связанное, естественно, с многими аспектами игры. И техникой, и музицированием, и тонированием, пластикой звука, интеллектом в игре. Подача композиции играет важную роль. Одаренным детям это дается легче, поскольку талант развивается из чувства любви к музыке. Возраст участников конкурса варьируется от 8 до 18 лет. Совсем юных участников нередко подводило обыкновенное волнение. Однако жюри в таких случаях не проявляют строгости, высоко оценивает импровизацию. Обычно действительно зерно творческое, композиторское, оно зарождается в детском возрасте. Ребята сами того не замечают, может быть подбирают по слуху какие-то известные мелодии. Делают такие устные обработки этого материала. Когда ребята играют в свои какие-то аранжировочки, пускай даже очень маленькие, пускай примитивные, это всегда плюс. Екатерина Слинкина приехала на конкурс из Осиповищ «Золотая лирополесь» – один из первых ее международных конкурсов. Заниматься игрой на цимбалах девочка начала 7 лет назад. Любовь к этому музыкальному инструменту привила ей мать. Моей маме нравится этот инструмент, поэтому она захотела, чтобы я на нем играла. А тебе нравится? Да. Для участников «Золотая лирополесь» это очередной толчок к достижению новых целей. И зачастую двигателем прогресса являются даже не дипломы и награды, а бесценный опыт участия и победа над самим собой. Андрей, расскажите, как зарождался конкурс, чья это была идея, как все начиналось? Ну, опять же скажу, что… У нас идея, как всегда, это Андрюшина. Все идеи, все, что новое происходит с лирицей, это называется «Хотим еще открыть какую-то новую страницу». И следующее мероприятие, которое мы придумаем, давайте что-нибудь еще. И вот с этого что-нибудь еще начинался Лирофест, и потом уже продолжился следующим мероприятием, и это конкурс «Золотая лирополесь». Андрей, откуда такие чудесные мысли рождаются в вашей голове? Кстати, название, оно вроде бы не оригинальное. Не оригинальное. Мы вообще начинали с «Золотая лира». Ух, как здорово звучит, красиво, «Золотая лира». Лирицы похожи, вроде как. Да, мы все под название немножечко, да. И тут, получается, я, естественно, захожу в интернет, смотрю, «Золотая лира», «Золотая лира». И много всего, особенно вокального. О, что я придумал. Давайте, ну где мы, на какой территории? Полесье, все. Ну давайте хоть что-то приклеим вот это еще название. И на сегодняшний день, в принципе, ее и так называют, «Лира Полесье». То есть, ну, «Золотая», она, понятно, «Золотая», все звезды, золотые серии концертов. На Украине «Золотая», в России «Золотая». Да, да. Ну вот у нас название родилось отсюда, да. То есть «Лира Полесье», мы ее так теперь и называем. И первый конкурс был, конечно, небольшим по наполнению, мы его делали областным, то есть только все начиналось, были участники только с нашей области. Вот. И гран-при, которое мы отдали, тогда мы еще с Трофимом, были на фирме «Гарант» и попросили о главном призе, может быть, вы что-то нам помогите. Мы все ходили, понятно, что сложно начинать и так далее. И они предложили, ну, давайте, хорошо, мы вам можем в качестве главного приза дать телевизор «Горизонт». Я не знаю, какой диагональ, но мы сейчас спросим. На этом расскажет нам Андрей. Мы спросим сейчас у лаулята премии гран-при. Да, гран-при Андрей Довженко в том году, в 2008 году, он был лучшим в категории «Баян». Сразу вопрос технического характера. Телевизор работает? Да, телевизор работает, с ним все в порядке, да. Он стоит у родителей в квартире, в моей комнате, где проживал несколько лет назад, достаточно недавно. Вот. И я хочу сказать, что это на самом деле была большая радость, у меня появился свой телевизор. Но все-таки ближе к теме, вот какие эмоции и атмосфера царила вот на первом конкурсе «Золотая лирополисия»? Я скажу так, что конкурс очень замечательный, и то, что вот Андрей говорил о каких-то недостатках. Я могу сказать, что я объездил много международных конкурсов, дуэтов, да, республиканских, то недостатков я не заметил. В то время, по крайней мере, точно их не было. Потому что я... были кабинеты, да, для разыгрываний, то есть сколько угодно ты мог взять там и разыгрываться. Я сидел, разыгрывался и не думал о том, через сколько мне выходить, сколько еще времени мне осталось. Были координаторы, да, которые приходили, звали, там за пять минут буквально до твоего выхода. Ты шел, спокойно садился, спокойно играл, замечательный зал, зал первой школы искусств. Все отлично, акустически прослушивается, играть достаточно легко. Вот, сыграл, и, конечно же, ну, волнение было, да, понятно. Не знал, конечно же, что возьму, потому что конкуренция была. Были ребята из Мозыря достаточно неплохие, из Гомеля были ребята. Вот, ну, когда сказали, что гран-при, и еще, как я, как сейчас помню, ко мне Трофим Александрович подошел и говорит, слушай, возьми с собой родителей, потому что один пресс не унесешь. Ничего себе. Ну, вот, взял с собой родителей, и тут большой телевизор. Очень приятно было, спасибо огромное. Я еще хочу сказать, что преподаватель Андрея, это был Александр Михайлович Гуров, и он был на старте нашего конкурса, и в этом году мы опять его пригласили в члендж-жюри, и он снова сидит, вот, спустя вот это время, сколько уже, восемь лет прошло, да? Хотел бы сказать, что замечательно, преподаватель очень многое дал, если бы не он, то не было бы ни гран-при, и ни всего остального, скажем так. Андрей, что вам дала победа в этом конкурсе? Был какой-то толчок и новый старт? Да, вы знаете, во-первых, очень сильно подросла самооценка, да, как говорится, когда самооценка вырастает, то можешь и... Горы свернуть. Горы свернуть, да, поэтому я скажу так, что это было первое мое гран-при вообще, в принципе, да, я брал там первое место, второе, третье, но гран-при у меня не было, это было мое первое гран-при, поэтому эмоции захлёстывали, скажем так. Вот, наверное, оттуда и толчок, после этого стал больше заниматься, и поступил потом в консерваторию. Вот, тоже, кстати... Вмечательный результат после победы... Поступил, да, тоже член жюри был на первом конкурсе Николай Иванович Севрюков, к нему и поступил, профессор, народный артист, заслуженный, заслуженный артист. Веспублике Беларусь, поэтому всё вышло достаточно неплохо. Ну, я скажу вам ещё, допустим, у нас есть, я же отслеживаю заявки участников, да, то есть это в любом случае ведётся у меня вся база учеников. Есть многие ученики, которые приезжают ежегодно. То есть вот Анна Колтунчик из Могилёва, девочка, участвовала во всех конкурсах, вот начиная с восьмого, и сейчас она едет уже из училища, получается, да? Наверное, ещё судя по тому, что вы ввели ещё одну возрастную категорию, она ещё долго в летком ездит. И причём она занимает призовые места. То есть это в любом случае для любого молодого исполнителя конкурс – это проверка своих возможностей, своих навыков, своих сил, и преподавателей в том числе. И для детей это всё-таки действительно какой-то старт, ступень, чтобы понять, тем я занимаюсь или не тем, да? То есть это моё или не моё. И многие участники приезжают по несколько раз и говорят, из Кобрина у нас очень много друзей, приезжают с участниками тоже, говорят, мы просто хотим быть у вас. Даже если мы ничего не займём, у вас здесь очень здорово. У вас такие концерты, у вас мастер-классы, у вас всё по-честному. И как мы тоже смеемся, по чесноку и по перцу. У нас всё исключительно. Я скажу даже, что ввели категорию, продлили возраст до 25-ти, то если бы я знал, я бы тоже мог поучаствовать. Ещё. Вспомнить былое, да? Как стартанул удачно. Какова география участников? Откуда приезжают на этот конкурс, который пройдёт в этом году? Ну, практически все регионы Белоруссии, то есть все области, все колледжи. Заявлены, да. Гродно, Брест, Минск, очень много. Могилёв едет очень много. Это что касается Белоруссии. Из России к нам приезжают из Москвы, есть участники из Гнесинки, из Питера, из консерватории Римско-Корского. Значит, Краснодар, Калининград, Тамбов, Саратов, Ростов-на-Дону, Воронеж, Верхняя Салда. Кстати, участники были у нас в 2010 году. Взяли две премии и сказали, мы приедем ещё, у вас всё здесь очень честно. И уехали готовиться. Знаете, уже второй раз вычислить слово «честно». Расшифруйте, что вы вкладываете в это понятие «честно». Система оценок такая какая-то особенная? Ну, тут всё оценивается и по игре. Или, может быть, в том, что постоянно меняется состав жюри из конкурса в конкурс, и это, наверное, это тоже немаловажно. Это секрет, наш секрет. Мы и тогда задумывали это, чтобы не было конкурсу какой-то, знаете, предвзятости. Там, вот, это, допустим, конкурс такого-то, и там нужно играть только вот такую-то музыку, и если ты играешь вот это, значит, ты пройдёшь. Нет. У нас каждый конкурс меняются члены жюри. Либо мы приглашаем там большую часть из консерватории Петербурга, да, либо там из московской консерватории, из Польши, допустим, да, из Киева. Павел Иванович Фенюк у нас тоже был членом жюри. Из Украины Владимир Мурза. То есть мы каждый год жюри всегда меняется. Не повторяется. Не повторяется. Плюс, естественно, мы хотим разнообразие конкурса, поэтому каждый исполнитель. В этом году к нам приезжает Евгений Георгиевич Быков. Для него это, видимо, первая поездка в Беларусь вообще из того региона. Потому что это за Уралом, это Челябинск. И он очень удивился, что его пригласили так далеко. Хотя исполнитель великолепный. Но тем не менее он согласился и едет. Он согласился и едет. Значит, это говорит о статусе все-таки конкурса его значимости. В России, да, он известен. Плюс, значит, что касается еще стран. Из Польши у нас будут участники из Кошалина и Щецена. Из Литвы у нас из Вильнюса будет девочка играть на Канклесе. У нас есть общая номинация, где участвуют, значит, Гусли, Канклес, Каннель, Кокле. Гусли. Да, Гусли я уже назвал. И Бандура. И Бандура. А, и Мандолину мы в этом году туда тоже отнесли, поскольку всегда приезжает, ну, небольшое количество играющих детей. И по этому отдельную номинацию, мы уже отследили несколько лет, что она всегда немногочисленна, мы ее определили тоже в общую группу. То есть общая категория, где участвуют. Была заявка у нас из Узбекистана, по-моему. Была. Но участник не сможет приехать, он уже написал об этом. Но инструмент интересный, там, дутар. В общем, надеемся, что в следующий конкурс мы все-таки Азию зацепим, потому что очень интересные исполнители, музыка интересная. И они очень здорово играют на этих инструментах. Смотришь, две струны, как это можно играть, ну, чудо, чудо. Ну, география. И Украина, то есть с Украины у нас будет из Одессы, Запорожья, Винница, Харьков, Полтава. То есть вот такие города представлены. А как наши белорусские ребята выглядят на фоне? В сравнении на фоне участников из-за рубежа. Ну, скажу честно, Могилев очень мощная школа у нас. Да, они, я так полагаю, все-таки ближе к Москве туда катаются, у них много проходит. Я думал, по уровню ближе к Москве, а географически. Они чаще общаются с московской профессурой, видимо, у них налажены мастер-классы почаще, и они вот всегда очень крепко выглядят. Не зря они нацелены целой делегацией приехать на Юрию Шевченко, да? Самая большая делегация у нас из Минска и из Могилева. Это благодаря участию Юрия Васильевича Шишкина, да, в этом конкурсе? Все-таки такие делегации. Я знаю, что из Минска тоже едут, из Могилева там обширная делегация. Да, это конкретно до концерта. А мы сейчас говорим о том, что у нас количество заявок. Самое огромное – это Минск и Могилев. Ну, в целом все представлены. Орша, Лида, то есть очень много исполнителей. Но вот в целом вырвалось это вот в 298 участников. Спасибо. Какие гости еще ожидаются на этом конкурсе? На Золотой Лире-Порессе 2016. Ну, если перечислять концерты вечерние, у нас проходит конкурс в дневное время, а в 7 часов будут концерты. И, значит, первый концерт 23-го числа – это будет концерт заслуженного артиста России Юрия Васильевича Шишкина, баян. В четверг будет концерт Евгения Георгиевича Быкова – это балалайка. В пятницу будет концерт всех членов жюри – это Татьяна Иванова – балалайка, Владимир Мурза – баян, Ирина Забелова – это Домра Могилев. Они будут играть трио. Она говорит, что я играю в коллективе, поэтому я привезу с собой весь коллектив. Мы согласились, что это будет все же интереснее будет. Артур Зайковский, Польша. И поиграем мы немножечко, трио увидится. В общем, будет очень интересный такой в пятницу. Я приглашаю всех гомельчан на этот концерт. Он будет очень интересным, насыщенным. Разнообразным. И в субботу будет очень уникальный концерт, концерт народного артиста России, профессора Академии Гнесиных, композитора Российской Федерации Александра Цыганкова. Это известная личность, это мэтр, великий музыкант. Его знают все музыканты-народники. В этом году он, кстати, проводит... Александр Цыганков приглашает свой фестиваль, он тоже открыл. Тоже для молодых исполнителей. И вот он у него, по-моему, 8-го числа заканчивается. И он уже, окончив свой фестиваль, будет уже готовить приезд к нам. Это будет тоже очень уникальный, мощный концерт. На него тоже очень хорошо покупают билеты. А уже в воскресенье будет вход свободный. Приходите, будет гала-концерт победителей нашего конкурса. В 11 часов будет награждение до часа дня. А с часу где-то до 3 будет выступление вот этих молодых исполнителей, занявших первое место. Еще хочу подчеркнуть, что в нашем конкурсе, и мы изначально это оговаривали с ребятами, чтобы статус конкурса был очень высоким, мы решили не делить места. И вот это очень такая и вроде сложная пограничная ситуация. То есть могут участники не приехать, узнают, ой, столько людей, я не поеду. Да, это может и такое быть. Но мы проговорили и сказали, нет, давайте все-таки, пускай это так и будет. Первое место не делится, второе не делится и третье не делится. И тогда все-таки исполнитель, допустим, в своей номинации приехало 30 человек. И ты занял здесь первое место. То и второе, и третье, это для тебя будет, ну, это переиграть столько конкурсантов, это, ну, это дорогого стоит. Поэтому наши дипломы на сегодняшний день, они очень ценная бумага, на самом деле. И многие музыканты, вот если вы спросите, с этим согласятся. То есть выиграть на Лилии Борисович? Да, я согласен, потому что много международных конкурсов проводится в таких форматах, но неправильно я сказал, недостаточно, вернее, много. Я знаю только пару таких конкурсов, один из которых, наверное, величайший конкурс среди баянистов и кардианистов непосредственно. Это конкурс в Клингентале, в Германии он проводится. Там места не делятся, там только первое, второе и третье. И все. И я скажу, что, да, это очень морально так, ты осознаешь, что ты на самом деле один, да, ты первый, либо ты второй, либо ты третий. Потому что у музыкантов бывает такая ситуация, что, я еще раз повторю, что музыка – это субъективно, да, все-таки это творчество, и творчество может быть по-разному. Кому-то нравится, кому-то не нравится. И тут ситуация может быть такая, что ты с кем-то поделил второе место, а тебе, может быть, не нравится, как играет тот участник, который тоже взял второе место. И ты скажешь, ну, меня как-то недооценили немножко, а так-то второй – значит второй, третий – значит третий. То есть, ну, это очень хорошо. Я за такие конкурсы, на которых места не делят. Вот из сюжета было понятно, что жюри приветствует импровизацию, да, когда инструменталист может немножко так где-то симпровизировать, так ли это? Либо все-таки на конкурсах вы стараетесь не импровизировать, а выступать в рамках композиции? Все-таки импровизировать сложно, потому что, ну, на конкурсах есть определенная программа, есть определенные условия, да, непосредственно, насколько я знаю, как у баянистов и аккордианистов, то там есть, допустим, полифония, есть народное произведение, либо обработка, да, крупная форма. То все это, конечно же, ноты, да, это, конечно же, композиторы, и уже что-то свое привнести сложновато. Другое дело, если ты можешь где-то ошибиться немного, да, ну, то есть мы люди, нам свойственно, ну, можно как-то выкрутиться. Выкрутиться. Да, и может быть, вот это будет оцениваться как плюсик какой-то, возможно, да, потому что ты артист, ты исполнитель, ты живой человек, и ты можешь выйти из любой ситуации. Ну, вот, поэтому, а импровизировать, конечно, это, наверное, немножко другая категория будет, да? Да, в конкурсах это невозможно. В конкурсах это невозможно. Уважаемый Агустик, как бы вы оценили значение этого конкурса, вы как исполнитель Андрея, ну, вы как организатор, как координатор этого проекта? Я думаю, что это значимое событие вообще для Гомеля, для самого города, региона. Имеет высокое значение. Да, потому что сюда съезжается, во-первых, такой цвет исполнителей извне, мало того, что членов жюри, которых собрать сложно вообще в эти пять дней. У всех свои графики, и чтобы их в эту неделю совместить, это надо за год, за полтора с ними договариваться, чтобы они отменили что-то свое, либо у них не должно быть, ну, что-то не запланировано. Потому что Александр Андреевич Цыганков, он сказал, я не могу, например, там, до 15-го числа. То есть у вас даже под некоторых гостей вы меняли график. Да, и мы немножко сдвинулись на неделю, потому что он в отъезде. Поэтому я думаю, чтобы в Гомель приехал вот этот концентрат таких ярких исполнителей. Концертирующих исполнителей. Да, играющих музыкантов в эти дни, это событие. Потому что даже сложно их сюда пригласить в одно время всех. А тем более сделать им мастер-классы для тех преподавателей, которые здесь живут, работают, и никуда для этого ехать не надо. Это весомо, потому что в Москву, я думаю, что не каждый себе позволит поездить на концерты Цыганкова, а тем более на мастер-класс. Ну, еще хочу сказать, что в Гомельске ребята, которые участвуют, я общаюсь, работаю в колледже Соколовского, и знаю, что ребята прям готовятся от конкурса к конкурсу. То есть они ждут и заканчивается один конкурс, они уже начинают готовиться к следующему. Поэтому это многого стоит, я считаю, что ждут конкурс. Андрей, на какой мастер-класс вы пойдете? Я пойду на все мастер-классы. Я знаю, что будет мастер-класс того же Юрия Васильевича Шишкина. Ну, я, конечно, буду ходить на мастер-классы на те, которые непосредственно будут интересны мне. Я все-таки баянист, мне специфика это ближе. Вот, поэтому Шишкин непосредственно. Ну и концерт. На концерты на все все-таки стоит сходить, потому что это очень интересное мероприятие. И скажу так, наверное, отдых, да, события и отдых для тебя, и праздник. Поэтому я обычно, очень часто, кстати, даже хожу слушать конкурсантов. То есть мне интересно побыть вот в этой атмосфере, да, конкурса. Я уже не участвую в конкурсах, и мне как-то вот так скучаю по всему этому. И очень интересно, когда сидишь, смотришь, как работает джюри, смотришь, как волнуются ребята. Ну, по-хорошему волнуются. Вот, очень интересно. Хожу, слушаю. Уважаемый гость, а как вообще, на Ваш взгляд, достаточно ли сейчас, вот в наше время, в нашей жизни инструментальной хорошей музыки? Или все-таки не хватает ее? Ну, я бы сказал, наверное, что не хватает, скорее всего. Поэтому. Значит, говорят, что, знаете, лучше меньше, но качественней. Вот хотелось бы очень качественной музыки. Чтобы были очень хорошие исполнители, на которых действительно ты приходишь и получаешь массу впечатлений, удовольствия. И тебе хочется еще раз пойти, чтобы послушать мастерство исполнителя. Вот это очень важно. Мы знаем, что этот конкурс, вернее, бюджет этого конкурса спортировался в том числе и за счет именно непосредственно лирицы. Собственной средствой, да. То есть вы вложили собственные средства в этот конкурс. Почему такой благородный шаг? Ну, вы знаете, всегда хотелось, чтобы исполнители, которые берут первые места, где их не делят, были чем-то вознаграждены. И у нас была идея вообще, чтобы ввести денежные премии. Денежные премии для исполнителей всех возрастных категорий. Но на сегодняшний день это очень сложно с финансами и так далее. Но мы объявили уже в положении конкурса, естественно, положение же за несколько лет уже, там за год мы уже вывешивали в интернет информацию. И мы для старшей возрастной категории ввели все-таки денежные премии. Естественно, где их взять, это было для нас вели-то ввели, опять моя идея. Я тут такой, эх, сейчас мы как найдем спонсоров и так далее. Все с грустными лицами смотрят на нас и говорят, ну, денег нет и так далее. И мы просто где-то уже с начала лета, с мая мы начали просто откладывать свой маленький фонд, которым мы можем легко отблагодарить музыкантов, допустим, хотя бы старшей возрастной категории, потому что исполнители уже достаточно взрослые. И хотелось бы их как-то отблагодарить, плюс они все-таки приезжают, и это затратно и так далее. Поэтому у нас первые места в старшей возрастной категории есть денежные премии, которые инструментально треволерятся, с удовольствием положат в конвертики и подарят. На, молодец, первое место. И сами удовольствие огромное получите, и участники, конечно. Абсолютно. Горят своим делом. Поскольку нам помогали в свое время для поезда к нам, тоже помогали и спонсоры, и организации, где-то своя организация, и извне. Нет, поэтому мы понимаем, что это немаловажно, когда ты начинаешь только-только в своей жизни какие-то результаты достигать. И если это еще поощряет, это очень приятно. То есть Андрей начал с телевизора, а если бы поучаствовал в этом году, еще бы в телевизор положил. На второй бы телевизор мог заработать, да. Какую мы музыку слышим на конкурсе, и каким направлением дети дают предпочтение? В этом году мы тоже чуть-чуть изменили условия конкурса. То есть есть условия положения и условия конкурса. Каждый музыкант смотрит в своей категории, что ему необходимо исполнить. Вот как Андрей говорил, там, допустим, три произведения. Там, допустим, полифоническое произведение, там, обработка народной мелодии, там, или виртуозное произведение. Все. И вот, согласно вот этому положению, он готовит программу. Вот. У нас прошлые конкурсы, что мы делали? Мы рассылали участникам обязательные произведения. Это было у струнников, то есть Балаечка, Домрочка и Цимбалы. Дети учили одно одинаковое произведение. И потом приезжали, и каждый, вот представляете, каждый из твоей группы играет это же произведение. Всем было интересно, послушайте, а я лучше играю или хуже, да. То есть вот это направление было у нас. И почему мы так делали? Мы еще инструментальным трио Лирица делали аранжировки на эти произведения. И потом в галоконцерте эти дети первые места играли вместе с нами на галоконцерте. То есть мы им аккомпанируем, а там первая категория, Домрочка, там, что играла маленькая мелодия, Балаечка. И это был уникальный концерт. Это просто люди стояли в зале. И это было очень интересно. В этом году мы не стали делать обязательное произведение и дали возможность участникам исполнить то, что они, согласно требованиям, могут предоставить в программе. Поэтому на сегодняшний день очень много заявлено струнников. Домры, балалайка улучшилась. Улучшилась, да, тоже в разных категориях. Цимбалы очень мощно приедут. Только четвертая категория еще пока не очень велика. И баянистов очень много будет. То есть категории расширились. И еще, вы знаете, тоже спрашиваются, ну, там, 300 участников, например. Мы сразу говорим, знаете, к этим 300 участникам еще прибавьте 300 педагогов. И где-то, ну, 150 концертмейстеров, например. Это еще без родителей. Да, это без родителей. То есть вот такое количество людей на сегодняшний день будет присутствовать в Гомеле вот в этом проекте. И что касается исполнителей, люди привозят каждую свою программу, да. И для педагогов очень важно, кто играет что-то свеженькое, какие-то ноты новые, да, хочется услышать. И часть людей, вот как Андрей говорит, нужно сидеть и слушать свои категории людей, да, участников, своих, да, конкурентов и коллег, да. И слушать, о, смотрите, новое произведение. А можно с нотками поделиться? А можно за это новенькое взять у вас? И вот это общение между преподавателями, представляете, вся школа, знакомство, все. Это очень важно для развития вот именно вот инструментального исполнительства. Это очень важно. Уважаемые музыканты, что вы посоветуете исполнителям, чтобы добиться успеха? Усидчивости и труда, наверное, побольше, да. Терпения, оптимизма. Настойчивости, целеустремленности. А как вообще выбрать свой музыкальный инструмент? Определить, что вот это мое. Ну, может быть. А это, наверное, к чему уже душа лежит в том начале, когда они приходят. Да, потому что ребенка, если перенаправляют, он уже как-то не с таким интересом дальше занимается, мне так кажется. Я выбрал, я пришел в музыкальную школу на фортепиано учиться. Меня спросили у родителей, а есть фортепиано дома? Мама говорит, да нет, у нас есть баян. Ну, все, тогда баян. Баян решил ваш выбор. Не, ну это важно. Обычно говорят, да, что музыкальный инструмент должен быть дома. Ну, ты позанимался, понял, что мне понравилось. Все, значит, буду дальше на баяне. Вот, вот и баян. Ну, суть понятна. И еще просьба к вам, уважаемые гости, поделитесь, пожалуйста, своими творческими планами на ближайшее время. У нас есть, после конкурса образовался дуэт, который называется «Не баян стайл». Мы играем различную музыку, классическую, современную, народную, в современной обработке. Вот. В планах очень много. В планах сделать живой коллектив, наверное, вот, опираясь на коллектив Лирица, да. Да, берем пример с них, поэтому хочется все-таки играть все вживую. И хотим тоже сделать какой-то свой небольшой бэнд, да, проект, чтобы живьем все это исполнять. Успехов вам. Спасибо огромное. Идея очень хорошая. Спасибо. Ну, если о планах конкурса, то это будет уже по итогам проведения нынешнего года. А по поводу нашего коллектива, ну, хочется сказать, что у нас ближайшие концерты – это наше приглашение в Пермь. Мы летим к Уралу теперь. Нас он позвал. У нас с первого числа концерт во дворце Румянцевых Паскевичей. Это из ближайших таких уже в нашем городе. Куда вы всех приглашаете. Куда мы всех обязательно приглашаем. Да, приходите. Ну, а что касается конкурса «Золотая Лера Полесье», есть у меня очередная идея. Никто ее не знает. Елена, готовьтесь. Готовьте, сейчас узнают все. Это будет премьера идеи. Премьера идеи. Вы знаете, вот для солистов мы создали какой-то конкурс, да, хочется теперь создать для ансамблей. То есть все-таки она до сих пор, эта идея меня не покидает. Хочу, чтобы точно так же в Гомеле проходили, может быть, даже фестивали, может быть, даже не конкурсы, ансамблей и исполнителей на народных инструментах, именно ансамблевой. Вот. И, ну, я думаю, что мы это дело придумаем, организуем и назовем его каким-то еще новым словом. Ну что ж, конкурсу «Золотая Лера Полесье» мы желаем процветания, а вам, уважаемые гости, побольше замечательных, добрых и светлых дел. Творческих успехов. Оставайтесь такими же приятными в общении, такими жизнерадостными. И всего самого хорошего. Спасибо большое. До свидания. Нашим телезрителям мы напоминаем, что в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» были организаторы конкурса «Золотая Лера Полесье» Елена и Андрей Сочневы. А также солист дуэта «Небаян стайл» Андрей Довженко. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь4» и мы продолжаем. Все мы в детстве собирали красивые осенние листья, каштаны, шишки. И потом на уроках труда делали всевозможные подделки. Да, действительно, было такое. Особенно это делали дети и их родители. Чего не скажешь о нашей сегодняшней гости. Она хоть уже давно не ребенок, и свои дети выросли, но то, о чем мы говорим, продолжает собирать до сих пор. Для чего она это делает, вы, уважаемые телезрители, сможете узнать прямо сейчас. Сегодня в гостях у программы «Добрый вечер, Гомель» автора картин в технике «Терра» Наталья Завтрикова. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Наталья, ваши картины выглядят очень красиво. Скажите, почему именно технику, в какой технике выполнена картина «Терра» мы уже знаем? Почему именно ее вы выбрали для своего творчества? Вы знаете, я ее не выбирала. Это она вас выбрала? Правильно. Призвание выбирает человека, путь выбирает человека. Да, все это начинается с детства, началось у меня. Действительно, я любила собирать и шишки, и каштаны, и какие-то веточки, и цветочки, и засушивала. Это увлечение. Ну, в школьные годы это гербарии были. Вот я очень любила этим увлекаться. Когда в институте была, меня тоже в этой сфере отметили и давали мне работы. Это именно то, что связано с ботаникой. Я тоже ходила по полям, по лугам местности и собирала это. Ну, когда перешла черту взрослая жизнь, появилась семья, это все немножко приутихло. Но потом был толчок. И этим толчком были дети. Когда мне дарили цветы, я их не выбрасывала, особенно розы. Я их засушивала, и потом из них творила различные композиции. Ну, а картины начались с арбузных косточек. Ого! Да! Как это? Сколько надо было наесть? Мне кажется, Наталье уже столько запасов было к тому времени, когда у нее появились дети. И ракушек, и косточек, и каштанов, и прочих, и шишек. Что все это влилось в свою приютную композицию. Запасов немножко было, но косточек арбузных не было. Как же их столько насобирали на такую вот картину большую? Вы знаете, я гостила у подруги в другом городе. Мы с ней очень давно дружим. И из садика пришел ребенок. Это ему тогда было лет 5-6. Сейчас он уже достаточно взрослый. И говорит, мама, посмотри, какую поделку мы сделали. Из арбузных косточек они чешую рыбки выкладывали. И я посмотрела на эту работу. И буквально, не поверите, не прошло и 30 секунд, и в моем воображении, как импульс какой-то, хоп, и я из этих косточек увидела огромную птицу. Нет, я птицу изначально увидела. Я думаю, боже, какая же это красота! Как же это можно все сделать? И все. Вот идея появилась. Это случайно? Да, случайно. Ну, как я говорю, все случайности не случайны в этой жизни. И приехав домой, а так как наша семья любит очень арбузы, мы начали дружно собирать эти косточки. Ну, это процесс очень увлекательный, интересный. Но на большую картину потребовалось два сезона. Я хотела спросить, за один сезон арбузный успех? Да, два лета. Ну, вот как бы лето-осень, да, вот когда есть арбузы. И потом почему-то начала думать, как птицу эту нарисовать, но птица не проявилась, проявилось дерево. Да, дерево все-таки. Да, это был красивый дуб, вот такой огромный. Вот, и вот я его сотворила. Наталья, а почему деревья? У вас работа это дерево. Да, мы можем наблюдать вот дерево, вот рядом с Натальей, такое красивое, такое, я бы сказала. И выставка там, деревья, деревья, деревья. Да, ну вы знаете, я сама изначально не знала, почему дерево. Вот, тот первый дуб, это вот просто вот, ну вот что-то из души, наверное, пошло. Дерево – символ жизни, символ. Дерево, да, это же древо познания, символ жизни. Вообще дерево – символ бессмертия. Вот это я где-то прочитала. Но оно действительно так, потому что семена, которые из дерева ветром раздуваются, они рассеиваются вот по земле, где хотят, и вырастают новые деревья. Расскажите, пожалуйста, из чего сделано ваше дерево, вот на этой картине. Это морская тема. Картина называется «Путь домой». Тут немножко с таким подсмыслом. «Путь домой». Да, «Путь домой». Это ракушки морские, жемчужины, бусинки, вот, и они как-то объединены в такую композицию. Ну, у меня родилось это, я так увидела. Вот вообще мне картины очень многие являются. Я их как бы… Видите, и потом уже их воплощаете. Да, вот. И этот путь домой, как бы, мы приходим на эту землю, спускаемся, да, с высших сфер, спускаемся сюда. И здесь начинаем потихонечку опять находить себя же. Вот, поднимаемся выше и выше. И вот это вот олицетворение вот вылилось в эту картину. Как бы мы на глубине морской, и потом выше, 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 и в эти жемчужинки, это как бы мы, люди. Поднимаемся, поднимаемся. К свету, да? Да, к свету. Ну, ракушки тоже долго, наверное, собирали. А ракушки… Из отдыха. Ну, да, они жемчужинка в ракушке лежат. Вот, потом она раскрывается, и они поднимаются наверх. Наталья, а что вдохновило вас на самые первые работы? Самые первые, которые появились? Ну, это вот дети. Вот это вот тот мальчик, вот, да, который принес свою поделку. Вот, это и послужило. Ну, как я говорю, потом был перерыв. Вот, ну и… Мне кажется, вы так много общались с природой, вот, любили заниматься тем, что собирали, опять же, все эти природные компоненты, и потом все это, скажем, вас и вдохновляет, наверное, на ваше творчество, да? Именно общение с природой, да? Я правильно понимаю? Да, да. Я природу очень люблю, причем с детских лет. Эту любовь родителей привели, за что я им очень благодарна. Вот, если все летом уезжали на море отдыхать, ну, в моё детство, я говорю, то мы, это были палатки и в лес. Вот такой был мини-паладочный городок. Это было так здорово и интересно, вот, общение с природой. Это и ягоды собирали, и грибы собирали, и речка рядом, и много деревьев. У нас было и много гостей, и деревня рядом, и, ну, всё есть, поэтому детям вообще там простор. Вот мы, у нас трое в семье, и ещё приезжали родственники, поэтому было весело. И я, ну, ни дня не приходила, чтобы я там или цветочек, или веточку, или букетики, всегда цветы поливые у нас были на столе, и это моя заслуга. Вот, поэтому это общение, оно как бы длится и сейчас, просто это всё вылилось вот в эту красоту. Расскажите ещё немножко, а как создавалась картина «Детские сны»? Ну, это вообще уникальная история. Там мы видим, видим, господи, что мы там только не видим? И машинки, и батарейки, и ключи, и гайки, и шурупы, и болты, и всякие железячки, что там только нету? Ну, как это бывает всегда, разложила материал, но это были просто бусины сначала. Выкладывала, выкладывала на картину, ну, что-то вот, ну, что-то не хватает. Вот. И так, ну, может, полчаса, может, минут сорок, я то так, то так положу. Мозаику складывала. Да, разные вариации. И потом опять, хоп, и посетила меня идея. Вот. Можно сделать, как женскую суть показать, часть, и мужскую. Вот. Но я это решила всё сделать в более детском варианте. Потому что детям тоже будет интересно. Потому что взрослых не так можно проявить на картине. Вот. Что можно на неё приклеить? И я дала задание своим детям, клич, говори, пожалуйста, обратитесь к своим одноклассникам, вот, однокурсникам, чтобы они приносили всякие милые штучки. Это киндер-сюрпризы. Вот. Это какие-то из коллекции, ну, вот, девичьих. Всякие там. Побрякушки. Да, побрякушки. Расчёсочки там. Да. Помогали мне и одноклассники, и моей младшей дочери. И сами же у нас были, ну, такие различные ещё материалы. Ощущение, что немало времени ушло у вас на изготовление этой картины? Ну, пока собирался материал, да, вот. Ну, не то, что весь город, но... Да, всем живём в разных районах, поэтому можно и так сказать, что участвовал город в создании этой картины. и родители. Вот папа очень много мне дал, особенно вот этих таких лампочек, шурупы, да, мужские гайки. Вот. Племянники участвовали тоже в создании этой картины, как со стороны мужа, так и с нашей стороны. Ну, вот. Знакомые их дети. Ну, этой же картине вы тоже посвятили стихотворение, да? Да, этой картине стихотворение посвятила. Я могу его сейчас зачитать. Да, пожалуйста. Пожалуйста, с удовольствием послушаю. Детские сны Чудесный мир перед тобой Сверкает и искрится Пестрит алмазной пыльцой Переливается, струится Ты будто спишь Очнись, пора Не знает сна твоя душа Она просторы покоряет Пронзая ночью небеса Из сказочного детства вновь Рассказ её к тебе стремится Девчонки видят бусин рой С мальчишками металл клубится Мы любим детство вспоминать Там слышен смех и звёзды ниже И можно смело танцевать Не беспокоясь, кто же выше? Чисты, просты, смелы, отважны Открыты детские сердца Творим, смеёмся, дарим радость Всё без остатка, без конца Взрослейте, но живите в сказке Позвольте ей принять себя Поверьте, это не напрасно Она творит здесь чудеса Ой, очень мило Спасибо большое А вот это же написать стихотворение То есть такое чудесное Это тоже дар И стихи, и картины Я не пыталась чего-то написать стихотворное Ну вот не получается и всё Ну значит дар такой есть А вы давно пишете? Ну это примерно год 11-й Вот с этого времени Это как-то всё произошло вместе Вот картины, стихи Вы знаете, когда картину я увидела Почему-то мне захотелось как-то Это в слова тоже оформить И я попробовала И оно тоже вот из сердца А оно другое восприятие Более глубокое, когда вот Слышишь стихотворение Да, потому что Может, когда смотришь на картину Многим будет непонятно, что Автор хотел передать Хотя каждый видит своё Своё, да, абсолютно Каждый видит своё Что-то однозначное Или вот Может быть в этом дереве Что-то может быть ещё и Приближенное Мысли будут одинаковые у людей А в той картине нет А ну да Вот и поэтому стихотворение Как бы такая подсказка Кому это интересно Ну Наталья, у вас уже даже были Выставки ваших работ Расскажите немножко О той задумке, которую придумала Гомельская областная библиотека Загадочный мир книг называется, да? В чём идея И какую роль вы вот Сыграли в этой выставке? Ну опять, дело случая Вот Областная библиотека Я вообще её люблю Я встречалась С художником там Ну по своим вопросам И тут так неожиданно Вот Художник встречался С организатором Вот Который Выставки организовывает И Переговорив с ними Предложили мне Поучаствовать в проекте Вот Книга А он был Приурочен Библионочь Проходила недавно И вот к этому дню Вот как бы Выставка Именно название Книга Ну чтобы Привлечь внимание Людей Вот Чтобы Ещё раз Донести До людей Что это Значимо В наш век технологий Книга в руке Это очень приятно Вот Я тоже читаю И мне Ну как бы Комфортнее Всё-таки Книга в руке А не Компьютер Электронный Да Электронный вариант И поэтому Дали мне На раздумье Два дня Там три Потому что Ну больше Не давали времени Чтобы долго не думала И Я позвонила И согласилась Потому что Ещё сидя в кабинете Общаясь У меня уже Начали появляться идеи Как и что И эта идея Оказалась Для меня самой Очень неожиданная Это Как появилась книга У нас на земле С божественной стороны Вот Как из высших сфер Вот спустились буквы И Потом Вселись в умы А уже люди Это воплотили на бумаге И получилась книга Конечно Существует много Различных Версий Теорий о том Как появилась Весьма Но это Наверное Одна из них Ну да Одна из них Там и бог И богиня И поры года Тоже принимали Участие в этом Наталья Расскажите ещё И о новом своём проекте Которого Вы ещё не видели Зрители А чистый исток Он называется Да Да Мне почему-то Захотелось Такой чистоты И это Проявилось Опять-таки В картинах Это Цвет Белый В основном С золотом Присутствует В этих работах Их немного Их девять Будет Вот Но не более Это уже не райский сад Хотя Вот Подтекст Там существует Из чистого истока То есть Мы все Приходим Да Опять-таки Из высших Сфер Вот И как это потом Выливается Это Это К какому-то Празднику Мероприятию Вы знаете Я не ограничивала себя К какому-то празднику Но мы так подумали С организаторами Что Рождество Это будет Бреже Чистый праздник Как раз Потому что Ну вот Маленький секрет Потому что там Присутствуют Крылья Ангела Я вот Наблюдал На экране Вашей работы Меня удивило Что их Огромное количество И они все Разнообразные Не перекликаются Где вы черпаете Вдохновение Это идет Изнутри Из сердца И природа Какое количество Время уходит На одну работу Вот Мне кажется Ну не меньше Месяца Потому что Собрать Приклеить Подобрать Это же такой Творческий Длительный процесс Ну Если Еще и Учитывать Сбор Материала То это даже Может быть и годы Вот А если Уже Ну вот Непосредственно Перед тобой Лежит Холст Вот И Начинается Сборка Картины То это Неделя полторы Две Но это все Зависит от Материала Еще Наверное Ваш дом Похож на музей Дом музея Я бы так Не сказала Да Ну квартира Большая Поэтому стены Все увешаны Как муж Относится К вашему Таланту Поддерживает Да Поддерживает Вот Он меня всегда Поддерживает И дети И муж Вот за что им Осторенное Повезло А по-другому Сложнее Творить Раз у вас Все Получается Приходят Идеи Сами Собой Это значит Что подпитка Идет из семьи Да Конечно Вот семья Поддержка Семьи Это очень важно Ваши Ваши доченьки Не существует Не существует Вашей коллекции Ну вы знаете Вот например Картина Фея серебра Ствол Этого дерева Он привезен Из Египта Потому что У нас Такое чудо Не растет Вот Это по-своему Уникально И то Мне его подарила Моя крестная Дочка Вот она Гуляя Вот По территории Отеля И зная Ваши увлечения Да Она подошла К этому Ну это Вот Акации У нас Маленькие Вот Такие Семенные Да Такие коробочки Длинные А это Если картину Поколотить Она будет шуметь Там семена Внутри Этого Стручка Находятся Вот И она гуляя Кабирит Ой Это Наташа И все И родителям Пришлось Хотя Нельзя Да Перевозить Всякие Такие Вот Природные Я удивляюсь Как вы столько Ракушек Перевезли И камушков Спокойно Ну это Есть Свои секреты Мы не будем Раскрывать Сегодня Это мое обаяние Ну что ж Наталья Мы желаем вам Творческих успехов Спасибо за то Что вы к нам Сегодня пришли Всего вам Самого-самого Хорошего Спасибо и вам И знаем Что у вас еще Для нас Для наших телезрителей Напоследок Заготовлено Еще одно стихотворение Вот Если можно Почтите Пожалуйста Ну да Как бы Оно называется Счастливая жизнь Вот Я каждому желаю Такой жизни Вот Пусть она будет Наполненной Светлой Яркой Чистой И родилось Вновь в детстве И дарят И дарят Тепло И радость Людям Спасибо До свидания Всего доброго Уважаемые телезрители На этом передача Добрый вечер Гомель Завершена Мы желаем вам Всего самого хорошего И приятного вечера Редактор субтитров А.Семкин